Соревнования конструкторской мысли Площадкой для робототехнических соревнований служит бассейн Морского государственного университета. Сейчас здесь тишь да гладь, но это только так кажется. В задачи ребят входят действительно сложные и взрослые вещи. Телеуправляемый аппарат должен собрать осколки импровизированного самолета здесь, починить сейсмодатчик там, собрать генератор, поднять двигатель и еще много всего действительно сложного и требующего подготовки. Университет выделил ребятам отдельный бассейн, необходимые технические помещения, детали, а также провел обязательный, учитывая возраст большинства участников, инструктаж. Ведь многие роботостроители еще школьники. Да, они разделяются именно по возрастным категориям и по сложности выполнения задач. Поэтому у каждой группы своя возрастная категория и своя область и специфика выполнения миссий. В этом году соревнования пройдут в трех классах – «Эксплорер», «Рейнджер» и «Навигатор». Первые два – именно телеуправляемые, то есть оператор в реальном времени должен рулить машиной. Тогда как «Навигаторы» заранее программируются, но и у них есть свои специфические миссии. Одной из задач ребят, проектирующих автономные аппараты, будет прохождение через трубу под водой. Несмотря на то, что для данного класса пока не предусмотрен международный финал, а категория рекомендуется для участия школьников пятых-восьмых классов, здесь царит строгая дисциплина и распределение обязанностей. У нас в команде два программиста, и я инженер. Вот этот робот, его собирал лично я, они мне помогали, конечно, но где-то процентов 80 в сборке робота этим занимался я. Сегодня основной этап соревнований еще не начался. Целый день различные команды, включая «Навигаторов», осматривают арену импровизированных боевых действий, калибруют аппараты, обкатывают подводные трассы и вообще привыкают к бассейну. Самое главное, говорят конструкторы, обеспечить аппаратам стопроцентное самостоятельное всплытие. После балансировки теперь мы должны проверить, удачно ли я ее настроил, и будет ли он всплывать, и погружаться при подаче на него, на его мотор и мощность. Эксплореры и рейнджеры примут участие в робобитвы днем позже. Ребята из этих категорий последние полгода полностью своими силами собирали подводные аппараты, и лишь их собственное мастерство решит, кто же окажется сильнейшим представителем робототехнической мысли. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.